Приветствую всех в прямом эфире фонда «Измени одну жизнь». С вами я, Иоланта Качаева, и мы ждем сегодня в гости психолога нашего фонда Джессику Франтову. Мы поговорим с ней на очень сложную и очень болезненную, горячую, заряженную тему, как и говорит сама Джессика. Эта тема звучит так – потеря и принятие. Можно ли помочь другому и исцелиться самому? Мы поговорим о том, готовы ли приемные семьи принять ребенка с его психологическими травмами, если в самой семье еще не прожиты какие-то тяжелые потери. Джессика нам поможет разобраться в этом. Пожалуйста, пишите свои вопросы, мы будем их тоже разбирать. И очень хочется узнать, может быть, среди слушателей эфира есть те, кто уже консультировался у Джессики, получал консультации нашего фонда. Эти консультации может получить каждый, кто хочет взять в семью ребенка или уже состоявшиеся приемные родители. Достаточно просто записаться на сайте в разделе «Помощь приемным родителям». Ждем Джессику. Пока ее нет, я напомню, что мы выберем, точнее Джессика выберет тот вопрос, который оказался близок, который ей очень понравится. И автор этого вопроса получит от нас очень хорошую книжку о приемном родительстве. Ждем Джессику. Я пока жду также ваших вопросов. Вижу, что вы присоединяетесь, машете. Большое вам за это спасибо. И можете также написать о том, откуда вы, из какого города, из какого региона. И так мы узнаем географию нашего прямого эфира. Вы также увидите, может быть, среди пользователей, слушателей есть ваши земляки. Может быть, даже познакомитесь друг с другом, как это часто бывает в наших прямых эфирах. И очень приятно всегда читать, если кто-то пишет, что взял ребенка по видеоанкете фонда «Измени одну жизнь». Мы также рады всегда этим сообщениям. Джессика просила ее немножко извинить. Она пытается подключиться. Сейчас есть какие-то небольшие проблемы с подключением. Ну, я вижу, уже пишут «Красноярск». К нам подключился приятно очень. Это город, откуда достаточно нередко берут детей. Приемные родители из разных регионов ездят в Красноярск. Знаем этот город. Так, откуда еще сейчас посмотрю. Подключайтесь, пожалуйста. Так, сейчас, по-моему, к нам приходит Джессика. И Москва к нам присоединилась. Приятно. Я вижу, что пользователи приходят. Напомню еще раз, что эта тема очень горячая. Очень... Так. Вот и Джессика. Да, Джессика. Я объяснила, что были небольшие проблемы с подключением. Но я думаю, сейчас у нас все получится. Я рассказала, что тема, на которой сегодня ты будешь говорить и будешь отвечать на вопросы, достаточно сложная. Потому что каждый из слушателей, пользователей, кто пришел к нам сегодня, в какой-то степени переживал ту или иную потерю. Чего что-то стесняться. В общем-то, это близко каждому. И сравнить потери свою и чужую совершенно невозможно и некорректно. Да, у каждого она своя. Вот. Поэтому передаю слово тебе. И начни, пожалуйста, да, рассказ о том, как эта тема преподается в ШПР и с какими запросами и вопросами в ШПР входят кандидаты в приемные родители. С вопросом на эту тему. Да, всем отличного дня у нас, потому что пока еще утро. И все-таки я уточню, слышно ли меня. Очень слышно, прошу. Жессика, прекрасно слышно. Ты прекрасно выглядишь. Спасибо. Пишут, что из разных городов к нам присоединяются. Я увидела Красноярск. Да, я успела это услышать. И Москву, и Саратов. Да, все. Я хотела бы, если позволишь, начать немножко с другого. Хорошо. Я подсчитала комментарии под анонсом, и там среди комментариев был такой, что потерю вообще невозможно пережить, и я не понимаю, как пережить потерю. И вот, наверное, основная мысль, которую бы мне хотелось сегодня донести не только для кандидатов в приемные родители, но и для просто людей, которые так иначе столкнулись с потерей, это то, что потерю пережить можно. А просто, к сожалению, наша культура не смогла донести как бы по умолчанию этих знаний о том, как это делается. Более того, наоборот, доносили прямо противоположные знания. И поэтому кажется, что это так сложно и невозможно. И вот одна из частей нашей работы, в том числе на ШПР, заключается в том, чтобы все-таки доносить до людей, что исцеление возможно. Это первый момент. А второй, он про то, что иногда кажется, что исцелиться это значит забыть. И мы же так сильно любили того, кого потеряли, и для нас как будто бы это предательство, забыть человека. А так вот, это про другое. То есть принять потерю, это не про то, чтобы перестать любить, или не про то, чтобы перестать помнить, а про то, что продолжать жить с той любовью, с теми воспоминаниями, которые были. Вот начать бы мне, наверное, хотелось здесь с этого момента, если позволишь. Конечно. Я думаю, что ты сейчас очень такие важные вещи говоришь, с которых как раз и надо начинать. Как пережить. Все верно. Вот. И, наверное, все-таки нам нужно здесь пару слов сказать, а почему нам так сложно бывает с потерями, да, почему нам бывает так сложно переживать. А, к сожалению, наши с тобой бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки наших слушателей столкнулись, скорее всего, с большим количеством потерь. И потерь не просто обычных, а не прожитых. Это потери, которые касаются войны, это потери, которые касаются репрессий. И их было очень много, и люди фактически не имели возможности, или запрещалось как-либо их отгоревать. Более того, предлагался такой механизм, как перестать об этом думать, закрыть свои чувства. То есть то, что мы сейчас называем откладыванием проживания горя. То есть, по сути, мы, как внуки, дети, правнуки тех людей, скорее всего, по умолчанию сталкивались с такой штукой, как откладывание потери, застревание на первой стадии горевания. То есть мы видели людей, не справившихся с потерей, поэтому сами справляться не умеют. То есть вот эти каменные лица, поджатые губы, невозможность говорить о потере даже спустя 20-30-40 лет — это вот это. Когда потери принято, то возникает некая светлая грусть, возможность говорить, возможность вспоминать, и самое главное — возможность доносить то хорошее, что было в этих отношениях. А когда потеря не прожита, то жизнь может быть разделена как будто на две части, то хорошее, что было, пока человек был жив, или пока человек был с нами, да, мы же говорим не только о смерти. И как будто бы проходит такой вот раздел, а теперь ну как-то жизнь, она уже никогда не будет прежней. И вот когда ощущение такое, да, мы говорим о непрожитой потере, непринятой потере. Вот. Наши слушатели в этот момент притихли. Да, пока ничего не пишут. По крайней мере, я не вижу чат. Вот, уточняющий вопрос тебе сейчас такой задам. Возможно, ты о нем уже и как раз и хочешь рассказывать. Вот тоже был канонс в комментарии, что как понять, что это прожито. Но к этому мы, наверное, придем. А вот и еще тоже хочется понимать, как сделать так, чтобы не остановиться, да, как жить дальше. Какие силы находить? Может быть, надо обязательно обратиться к психологу? Может быть, что-то еще, что ты посоветуешь? Ну, смотри, как мы можем понять, что потеря прожита? Это то, что мы можем спокойно о ней говорить. У нас есть место в нашей душе, в нашем сердце, в нашей памяти для того, кого мы потеряли. Мы не избегаем этого темы. Мы можем вспоминать, мы не бежим от воспоминаний. Мы можем ходить на кладбище, если этот человек умеет. Нам грустно, но при этом одновременно у нас есть и хорошие воспоминания. Вот тогда мы можем говорить о том, что потеря прожита. То есть она стала событием в жизни. А если мы всеми силами просто достараемся не смотреть, не говорите, не думайте, глушим наши эмоции, то нет, к сожалению, мы в начале пути. И второй вопрос, ты сказала, как проживать в нашей культуре. В нашей культуре я боюсь, что еще долгое время, к сожалению, нужна будет помощь специалистов, специалистов, которые работают с потерями. Опять же потому, что нет вот этих знаний как бы по умолчанию. Не можем мы внутри семьи, не можем мы в ближнем круге людей поддержать. Более того, об этом я тоже часто рассказываю, в ШПР, а люди делают совершенно ужасные вещи, обесценивая потерю. Да, говоря, например, о том, что ты вообще на работу вышла, зачем ты любил своего ребёнка, что так бесстрашно на работе. Матери, которая ребёнка потеряла. Ну и прочие, как я это называю, ужасы нашего городка. Это делается не со зла, а опять же от незнания. То есть могут люди позволить себе комментировать. А не плачет на похоронах? Значит, не любил. Или там, о, слишком громко смеётся. Наверное, этот человек не имел значения. Очень много таких вещей, которые про обесценивание. Ну и вот я боюсь, что это от незнания, от желания как бы самому спрятаться, ну, возможного горя. Ну, типа ничего нет на самом деле. Подумаешь. Что может привести то, о чём ты сказала, когда человек эту потерю не проживает? Он просто старается о ней не говорить, ну, внешне не показывать, что ему тяжело, допустим, да? И ни с кем не делиться своими чувствами. К чему это обычно приводит? Может быть, искать какое-то понимание? Как это потом? Ага. И здесь мы приходим к тому, что происходит и с ребёнком. Да, мы уже начинаем эту тему от ребёнка. То есть мы начинаем, ну, как бы человек, он живой, хочет исцелиться. И очень много сил тратится на защиту. Рано или поздно эти силы заканчиваются. У нас есть несколько способов показать, что с нами происходит. Например, мы начинаем болеть, чтобы боль душевная переросла в боль физическую. Об этом нам лучше рассказывают, конечно, специалисты психосоматик. Но я думаю, многие из тех, кто сталкивался с тяжёлыми потерями у себя или у близких, замечали такое, что как будто бы после потери начинают ещё какие-то там ломания рук, ног, ещё люди болеют чаще, но как будто бы вот всё вместе. На самом деле это такая попытка через тело, ну, вот прожить хотя бы часть боли. Дальше есть такая штука, что человеку всё-таки хочется прожить, но ту потерю прожить слишком страшно. И он начинает подсознательно, неосознанно попадать в такие ситуации, выбирать таких людей, которые его бросают или которых он потеряет. То есть там влюбляться в людей с зависимостями, с заболеваниями, неизлечимыми. Устраиваться на работы, которые там бросают, заканчиваются фирмы банкротством. То есть чтобы пережить вот это ощущение краха, да, там. И оно вот начинает происходить вокруг жизни человека в очень большом количестве. Что у нас ещё есть? Ну, у нас есть, естественно, в нашей культуре такой до сих пор сохраняющийся, но неэффективный способ – это сбежать от боли в зависимость, в такое сладкое забвение, да, то есть это алкоголь, наркотики. И экстремальные виды всевозможного спорта, ну, то есть такой некий вызов соприкосновения со смертью, если мы про смерть не поговорим, через вот такое хождение на острие или вот попытку идти в тот мир, ну, как бы, тоже так вот, по краю одной ногой здесь, другой там. Естественно, окружение себя людьми и событиями, в которых есть много потерь. И тогда человеку может казаться, что весь мир, он одна сплошная боль, ну, вот у всех так, хотя на самом деле человек так выбирает, потому что, ну, вот через других пытается соприкоснуться. Вот такие штуки, они обычно возникают. И ребенок, да, он делает так же, если ему не помогать. Просто у него есть еще игрушки, на которых он может это показать. А фильмы, которые можно смотреть, это и у взрослых тоже есть, и много других штуков. А как семье, ну, возьмем, допустим, кандидатов, которые пришли в ШПР и хотят взять в семью ребенка, но потерю не понимают они. Допустим, им кажется, что уже как-то они смирились с тем, что произошло, допустим, какая-то серьезная потеря в их семье. Как им дать понять, и самим понять психологам, допустим, да, как ты понимаешь, как твои коллеги понимают, что эта семья готова к принятию ребенка или нет? Для этого нужен тест, для этого нужно поговорить с этими кандидатами или как? Поскольку на меня не возложена функция диагностики, этим занимаются отдельные организации, я лишь могу говорить о том, что я делать могу в рамках ШПР. А в рамках ШПР я очень подробно рассказываю о последствиях, которые могут быть, о том, что люди испытывают. И я обращаю внимание на то, что если это у вас есть, то, к сожалению, мы не можем говорить о том, что потеря прожита, и вам, возможно, будет с ребенком сложно в таком-то и таком-то месте. То есть, например, из часто встречающихся штук гиперконтрол. У людей, не переживших потери, у страха потерять вновь. И они начинают тревожиться, бояться в тех ситуациях, для этого, ну, правда, можно это делать. Ребенок это считывает, ему это попадает на волт-равму, они вместе сливаются. И на выходе ситуацию, когда очень измотлены и тревожные родители, и ребенок, который их постоянно изматывает и тревожит, ну, вот что называется, сошлись два одиночества. По такому сценарию это все развивается. Но да, это семье, правда, нужно, потому что каждый раз, спасая его из всех этих передряг, они чувствуют, что они могут взять ситуацию под контроль. И им удается победить смерть, им удается победить опасность. Ну, конечно же, это уматывает и тех, и других очень быстро, да, поэтому, когда мы скрытые смыслы показываем, ситуация может измениться. Ну, зачем до этого доводить, когда мы можем это осознательно берем? Подчеркну, я сейчас говорю тебе про один из таких множества вариантов. То есть это не значит, что стопроцентно это будет так. Ну, вот, например, пришел такой встречающийся случай, да, и, соответственно, я его тебе решаю озвучить. Да, я поняла. Смотри, пожалуйста, в какой... Есть ли, допустим, какая-то градация? Есть ли семья поп? Вот, допустим, и муж, и жена, пережившие потерю или переживающие ее, и они хотят взять приемного ребенка. Или это один родитель. Допустим, случился развод после потери, и один родитель решил стать приемным папой или мамой. Кому будет проще или состав семьи здесь не имеет значения? Здесь имеет значение только как пережить потерю? Здесь имеет значение только пережитая потеря или нет. Если она не пережита хотя бы одним членом семьи, ну, вот, из пары, да, условно говоря, мама и папа, то это, естественно, будет влиять на всю семейную систему. Если семья состоит из одного человека, и у него не прожитая потеря, естественно, это будет влиять. Потому что, а говорить в какой мере, это очень индивидуально надо смотреть, в каком месте возникло застревание, насколько, если мы говорим о партнерах, насколько второй готов компенсировать, да. Но, как бы, в семье все взаимосвязаны, и все-таки я крайне редко встречала случаи, когда один человек справился, а второй совсем нет. Обычно все-таки оба находятся в состоянии проживания. Ну, исправляется примерно в одно время оба, да? Нет, это может быть по-разному, скажем так. У меня есть две градации. Потеря принята или потеря не принята. Вот обычно оба находятся на разных стадиях непринятия этой потери, скажем так. Ну, то есть кто-то дальше продвинулся, кто-то меньше, кто-то один способ реагирования выбрал, кто-то другой. Но глобально она не принята. Да, я также пользователей сейчас призову писать вопросы, потому что я понимаю, что ты сейчас очень важные вещи говоришь, и все как-то прислушались к тебе, да, и немножко забыли, может быть, у кого-то был какой-то вопрос, который вы можете писать в комментариях, задавайте, Джессика ответит. А я тебе скажу дальше о том, ну, вот ты говоришь, что, допустим, психологическое тестирование покажет, что потеря не прожит. Ну, допустим. Тестирование не покажет. Не покажет. А что покажет? Нет у нас такого теста, который вы показывали. Не покажет. Возможно, покажет некое глубинное интервью. Возможно, мы на ШПРе сможем задать вопросы, таким образом их поставить. Во всяком случае, в ряде случаев нам удается это сделать, что люди сами задумаются. То есть нет такого инструмента, чтобы остановить, да? Сказать, нет, вы не готовы. Нет, конечно, нет. Да, если бы мы останавливали людей по этому признаку, я боюсь, в нашей очереди, из кандидатов была бы крайне маленькой, да? Повторюсь. Мы все-таки сейчас все еще находимся в культуре, где нет знания, понимания не только о том, как проживать, а о том, что вообще это нужно проживать, да? Мы все еще находимся в культуре, в которой, например, аборт или выкидыш, а чего такого? Мы находимся все еще в культуре, где, если рождается мертвый ребенок, тело не отдают родителям. Ну, как бы, камон. О каком уважении к чужому горе мы здесь с тобой говорим? Это как бы по прежнему узко специализированные знания. То есть получается, что в большинстве, ну, вообще в подавляющем большинстве, люди приходят в ШПР, оканчивают. Те люди, которые какой-то... У них случилась эта потеря. Мы сейчас говорим о том, прожили, а они ее не прожили. То есть они пришли... Алена, да, конечно. Они возьмут ребенка, у них это все как-то, ну, сгладится в жизни, что они будут помогать ему, и, помогая ему, они проживут эту потерю, да? Ну, то есть... Ну, на самом деле... Они приходят просто взять ребенка, прости. Ты сейчас говоришь такой прям вот на поверхности стоящий случай, конечно же, нет. Но тут же видишь, сейчас Алена спрашивает про неудачные попытки, как можно ли отнести потери. Конечно, потому что это не тоже смерть детей, это тоже потеря возможности быть родителями, она имеет такое же значение, как если бы это был ребенок нескольких месяцев или нескольких лет. Да, и, соответственно, я здесь скорее говорю про другое. Люди часто просто не могут понять, что им движет, им очень хочется спасать. Они прямо так говорят, что вот всегда вот хотели, вот очень надо, очень важно. И когда мы делаем видимыми вот эти моменты, ну, в личном разговоре еще с неожиданностью, да, становится понятна вот эта взаимосвязь. То есть вот таких штук, про которые ты сказала, которые прямо на поверхности, серии материали ребенка, и давайте возьмем другую. Конечно, это тоже присутствует, но я все-таки имею в виду не настолько грубые причины средственной связи, которые, к нам сейчас, казалось бы, уже совсем очевидны. Вот о том, что пишет пользователь, как неудачной попыткой ЭКО можно отнести в потери. Какие еще виды потерь можно, ну, не виды, я не знаю, какие вообще потери? Мне кажется, многие даже и не понимают, что они, допустим, прожили потерю, или что у них случилась эта потеря. Прожили они там, я не знаю. То есть здесь же не только смерть ребенка, допустим, а что еще может быть такой потери, которая может быть непрожитой и мешать к тому, чтобы принимать... Ну, вот ты, Аланта, спасибо, что ты это сказала. Никакой такой специальной потери не существует. Существует огромный список потерь всего, что можно в жизни в этой потерять. И это могут быть работы, люди, отношения, вещи. Но существует субъективная значимость. Этих потерь для каждого из нас. То есть, например, ты можешь потерять телефон, который тебе подарил любимый человек. И переживать очень сильно, потому что этот телефон для тебя значил очень многое, потому что он был подарен по какой-то дате. Даже если купить какой-то тот же самый телефон, это уже будет не то. А у тебя может быть любимая собака, а для всех остальных это не подумаешь, что такое. А то есть сам человек только знает, что именно для него очень сильно важно. И это вот то место, где пытаются очень часто обесценивать потери других людей. И потери ребенка, если уж мы все-таки вернемся к теме нашей. По что он мог помнить? Да разве этих людей имеет смысл помнить? Да что от них хорошего было? Да подумаешь, да что это за жизнь, которую он потерял? Да что там вообще вспоминать? Давай там ничего у них не было. Вот, поэтому это может быть любая потеря, чего-то значимого для вас, того, чему мы придавали смысл. Школа, дружба, домашние животные, любимые учителя, смыслы, между прочим, разочарование, отношения, работы, перспективы, надежды, мечты. Мы пишем в начале занятия список всего того, что можно потерять, он у нас огромный получается. А потом мы задаем группе вопросы, как вы думаете, что из этого ребенок, который нуждается в семейном устройстве, теряет, и приходим к выводу, что все, кроме работы, и то иногда сомнительно. И, собственно, поэтому тема потери, она такая важная в семейном устройстве, потому что ребенок, он проживает одновременно несколько потерь по всем фронтам. И поэтому это вот такая вот довольно глубокая история. Когда ребенок приходит в семью, где потери не прожиты, а ребенку самому нужна помощь, вот об этом, наша тема как раз была в нашем эфире, а семья думает, ну даже или не задумывается, допустим, о том, как там помогать себе, они сейчас готовы помочь. Вот ты и говорила, что приходят больше, думая о спасении, может быть, уже себя забывая, прожил я там, не прожил эту потерю, вот я хочу спасти вот этого данного ребенка. И он приходит в семью, помогая ему с непрожитой потерей, не понимая, что родители ее не прожили, помогают ему. Вот ты говорила о гиперопейке, что начинают о нем больше заботиться. А ребенок-то как себя ведет? Ну смотри, да, то есть здесь мы имеем дело с тем, что люди будут пытаться дать ребенку то, чего у них нет. То есть это история, обреченная сразу на некоторую неудачу. То есть они будут пытаться дать ребенку ощущение того, что все хорошо, с потерей справиться можно, а сами имея непрожитую потерю, то есть им просто не удастся это донести, то есть даже если они будут произнести какие-то правильные слова, возможно, что ну как бы ребенок просто не будет этого чувствовать и соответственно не будет верить. Это в том случае, если семья правда по-честному готова помогать. Но мы часто имеем здесь другой случай, когда непрожитая потеря в семье это отрицание самой потери. И тогда они отрицают потерю ребенка. И тогда попытки ребенка рассказать о своей потере, ну вот своим поведением, да, вот этой вот болью, негативизмом, о чем мы много раз говорили и будем еще говорить, она вызывает очень сильное отрицание и злость. То есть родители, члены семьи начинают очень сильно бесить то, что происходит, ну по-настоящему. Ну потому что ребенок в этот момент показывает именно то, что они отрицают. А он как-то чувствует? Почему он так себя начинает вести? Слушай, здесь скорее я на той фазе, что ребенок просто начинает делать то, что и должен делать ребенок, проживая, ну впадая в семью, простит, да, он продолжает это делать. Рассказывать о своей боли. Ну а семью это раздражает. Ну своим языком, естественно, да, поскольку семья не может ему признать эту боль, она свою не может признать, не может признать, соответственно, его, он начинает все больше и больше интересные попытки рассказывать, да, выносить, да, то есть исцеление же оно происходит, когда мы можем отразить, назвать словами чувства ребенка. А если мы, в принципе, потерю не признаем, но что же мы будем отражать-то, да, можно, конечно, повторять по бумажке слова, которые мы научили в ШПР, но в этом не будет искреннего такого участия, и, конечно, ребенок не отзовется в полной мере на это. То есть это должно быть действительно, ну, как бы, некое такое душевное соединение. Ну здесь нужна помощь специалистов, правильно понимаете? Да, я здесь настаиваю всегда на том, чтобы люди обращались к специалистам, именно к тем, кто работает с потерей. Не обязательно лично ко мне там или к мире, ну, как к ведущим ШПР. Я сейчас про еще одного консультанта-психолога нашел в фонду, Юрия Барбузенко. Ну, как бы, просто к тем людям, которые рекомендовали себя именно как те, кто умеет работать с потерей. Потому что, к сожалению, опять же, в силу неких особенностей нашей культуры далеко не все специалисты владеют этими знаниями. Это не та штука, которая учит по умолчанию в университете. То есть это какие-то специализированные, да? Да, это специализированные отдельные знания. Поэтому, к сожалению, может получиться так, что люди обращаются за помощью, но ее не получают. И это тоже довольно печальная история. Давай тогда, может быть, я сразу спрошу тебя о том, если к тебе запишутся люди на консультацию и будут спрашивать о таких специалистах, ты поможешь подобрать специалистов, да? Ну, естественно, да, и как бы как минимум в своем городе и в тех городах, с которыми я так или иначе со специалистами знакома. Это все-таки достаточно много регионов и городов, я, конечно, знаю людей. Это не значит, что работают только они, я их знаю. Это те, которые я знаю, что их больше. Рекомендовать. Но глобально можно просто в запросе уточнять, работают ли люди с потерей. Это очень важно. Вот давайте здесь делаем акцент такой, что если понадобится такой специалист, работающий с потерей, то можно, опять же, на консультации психологов нашего фонда получить рекомендации именно в своем регионе, кому вы можете обратиться. Джессика, если она знает таких специалистов, она просто прямо подскажет имена и фамилии, в каком регионе какой специалист есть. Если это так совпадет, просто с рядами регионов я за свою жизнь долго и успела посотрудничать, познакомиться с коллегами из какими-то регионами и совсем не успела. Но глобально это всегда такая опция есть, что если я могу кого-то порекомендовать, кто работает на местах, я, естественно, всегда ее рекомендую, потому что важно обращаться к квалифицированным специалистам за помощью. А вот я все-таки сейчас немножко пользователям немножко как-то так... Пользователи молчат, и мне страшно, что с ними там происходит. Они просто, не знаю, может быть, это такая сложная тема в том плане, что и задавать вопросы как-то стесняются. Не стесняйтесь, пожалуйста, здесь, ну, как-то у нас все очень так анонимно, интимно, и, в общем, никуда это не выносится наружу. Мы тут разговариваем очень даже так как-то в таком, ну, как сказать, уединенном таком... Я обычно в этом месте спрашиваю, пользователи, вы живы? Хотя бы поставьте плюсик или какой-нибудь значок, как вы сейчас, потому что я понимаю, что... Вам открывается эта тема, то, что мы говорим, вопросы, которые я задаю Джессике, потому что пока не вижу вопросов от вас. Вот. Хорошо. Видишь, спасибо большое. Пользователи слушают. Отвечает за деньги. Один пользователь жив, это хорошо. Вот. Ну что ж, мы тогда продолжаем. Если вопросы возникают, уточнили, какая-то фраза, которую вам сейчас хочется написать, да, как-то отзовитесь, вот присоединитесь, сердечко, плюсик, потому что хочется понимать, что мы в правильном русле ведем нашу беседу с Джессикой, а то мы как-то вдвоем говорите-то, говорите, есть такие вопросы, которые нужно задать, да, не стесняйтесь, пожалуйста. Можете написать, что это не ваш вопрос, это совсем. Да, или можете написать, что вы тут говорите, вообще у вас ничего святого. Согласна. Такое тоже можно написать, что вы что-то не о том, девушки. Мы хотели другое. Напишите, что бы вы хотели услышать. Да, я тебя сейчас вот еще о чем спрашиваю. Мы очень много говорили о взрослых людях, которые не могут сами в себе разобраться, да, и понять, прожил я, не прожил я, готов я, не готов я. А детей вообще никто не спрашивает. Вот, изъяли ребенка из семьи, не поместили в детский дом, или мама его бросила, оставила его в роддоме или в больнице. Передала на опеку государству. Передала на опеку государству, а дальше уже государство решает, куда его дальше передавать. Спасибо большое, что вы слушаете. Вот сейчас я хочу перейти как раз к теме самих детей. Ну вот, да, про Омск. Давайте сейчас немножко мы про детей поговорим. Ох, про Омск я, к сожалению, не знаю. Не было у меня контактов с Омском. Но это не значит, что они есть, потому что их нету. Просто у меня лично такого вопроса не было. я думаю, что, да, Яна пишет, Яна, вопрос ваш. И я думаю, что вам, если нужна консультация, нужен специалист, вы все равно можете записаться к нашим специалистам, да, там вы можете подобрать Омск, не Омск, ну что-то хотя бы онлайн какие-то консультации с тем специалистом, который есть в каком-то другом городе, да, допустим, хотя бы так начать, если совсем нет. С потерей работают многие коллеги онлайн. Да, я думаю, что и это вот Джессика может вам предложить. Вот кто-то только подключился, да, я напомню, что мы уже говорили очень много о родителях, да, кандидатах и состоявшихся приемных родителях, которые готовы взять, взяли в семью ребенка, а сама семья прожила или проживает в потере, или не прожила в потере. И вот сейчас я как раз Джессику подвожу к детям, которых она говорит, кто-то из родителей на опеку государства. Вот как дети проживают эти потери, не проживают, что с ними есть? Если отказник, да, есть у него потеря при раннем устройстве. Еще раз, как и на каждом из наших эфиров, рекомендую книгу «Затаенная боль», которая посвящена именно потерям отказников. С чем мы имеем дело, когда у нас ребенок передан под опеку государства сразу после рождения? Мы как раз здесь имеем дело с тем, что вообще никто не считает нужным какую-либо работу с ребенком проводить. То есть ребенок, который и так переживает ужас рождения, то есть у него все поменялось, ему страшно, непонятно, и у него рвется последняя связующая нить. И, к сожалению, сейчас у нас система устроена так, что к ребенку никто не подходит и не объясняет ему, собственно говоря, что случилось. И вот, понимаете, это первое впечатление ребенка об этой жизни. То есть я вылез наружу, мир рухнул абсолютно весь. То есть то, что должно было быть хоть какой-то связующим звеном, это сердцебиение матери, ее запах, ее голос, этого нет. И, естественно, этот ужас, он запечатлевается, если ребенок вообще выживает. То есть многие задаются вопросом, а почему такие маленькие дети могут помнить? Ну, все довольно просто, потому что в норме как бы воспоминания у нас обычно возникают в районе трех лет, когда ребенок начинает себя осознавать как отдельную единицу. А здесь, как вы понимаете, это осознание происходит в моменте. Плюс оно сопряжено очень сильными, очень сильными переживаниями. Младенец, он чувствует мир в разы, в десятки раз острее, чем мы взрослые. И вот теперь сопоставьте вот эти факты и подумайте, почему оно запечатлевается. И, соответственно, вот это ощущение осознанное, не осознанное, оно проходит через всю жизнь ребенка. А помочь ему можно тем, что говорить, называть вещи своими именами, объяснять ему, что произошло. И опять же, кто еще оказался не прочитавшим затаенную боль, Каролин Ильячев. Пожалуйста, читаем. Книжка лежит в интернете, в открытом доступе. Там очень подробно рассказывают. Вы слышали, да, название книжки? Все просто, как ты говоришь, что... Екатеринбург, да, знаю. Коллег, если что, пишите, могу сориентировать. Отлично. Видите, вот уже один город мы нашли, связующее звено, и можно уже обращаться. Джессика, спасибо большое, что ты рассказала об отказниках, о детях, которых изъяли из семьи. Там тоже достаточно серьезная травма. И там как раз теряется много чего. О чем ты говорила, что вы делали такое занятие в ШПР, когда ребенок, которого изъяли из семьи, что он потерял? Он потерял не только родителей, он потерял все, и дом, и вещи, и свои какие-то игрушки. Прошлое, настоящее, будущее, смысл жизни, да, и это множественная потеря, поэтому, в принципе, и с отказником, и как бы с любым ребенком одна из возможностей помочь, это как можно более плотно выстроить то, что я называю линией передач. То есть, когда я говорю, тебя передали, вместо тебя бросили, или от тебя отказались, я уже выстраиваю эту линию. То есть, когда мы ищем фотографии того места, откуда он родом, да, там, смотрим, какая была погода в день, когда он родился, ну, то есть, пытаемся создать какую-то историю, да, если у нас вообще ничего нет, мы формируем передачу, да, если мы пробуем сохранить какие-то фотографии, воспоминания, фантазии, мы формируем вот эту передачу, и там, где есть передача, и ощущение того, что есть что-то из прошлого, что я могу взять сюда, там, конечно же, становится значительно меньше страха и значительно меньше боли, да, и потеря, она, конечно, становится не такой большой, да, то есть, есть понимание того, что хоть что-то я сохраню, потому что ужас этой ситуации в том, что ребенок ощущает так, как будто он потерял все, а взрослые поддерживают его в этом ощущении, когда они пытаются выстраивать эту линию передачи, более того, предлагают им забыть, отказаться от речи, да, то есть, тем самым, усугубляя вот эту вот пропасть между тем, кто я есть и кем я был, да, и вот, соответственно, сложности, они начинаются здесь, а если мы пытаемся выстроить эту историю, то, конечно, становится очевидным, что, в принципе, жить можно, можно что-то брать с собой вперед, и я не все потерял, какая-то часть, меня все равно идет сам, об этом нужно говорить, как обычно. Это, естественно, и про книгу жизни в том числе, да, Джессика, эти перегляды? Да, книга жизни – это одна из методик, с помощью которой выстраивают прошлого ребенка, да, и это скорее про то, почему это важно делать, но это не единственный. Например, я работаю в нарративной практике, у нас есть такое понятие, как снова сказать «здравствуйте», и, соответственно, это, например, вопрос о том, что бы этот человек сделал, если бы он был рядом с тобой. А как ты думаешь, что тебе может помочь о нем говорить? Эти вещи, они уже оживляют человека и дают понимание того, что, например, если мы говорим о смерти, смерть не может забрать прошлого, не может забрать своего права слышать этого человека внутри тебя голос. Вопрос можно, нужен. Конечно, нужны вопросы, пожалуйста, задавайте. можно говорить о том, что тебе будет напоминать об этом человеке, да, и, соответственно, это уже помогает сохранению. Джессика, а с какого возраста ты бы посоветовала детям рассказывать уже о том, откуда они, да, если, допустим, ребенок из другого региона, ну, даже если не из другого региона, да, вообще рассказывать, откуда этот ребенок, давайте ему смотреть вместе книгу жизни, составить ее. Это мой любимый вопрос еще один. Ни с какого. Ни с какого. Не существует какого-либо специального возраста. Существует просто пространство, в котором мы находимся. И, наверное, все-таки я здесь еще раз это сделаю видимо. У нас нет задачи открыть ребенку какую-то Америку. У нас нет задачи ему рассказать что-то новое, чего он не знает. Он уже все знает, он там был. Наша задача перевести его осознанные и неосознанные переживания в как бы осознанные вербальные уровни и помочь ему справиться. Наша задача разъяснительная и объяснительная. Вот это вот нужно очень хорошо понимать. Что к нам уже приходит ребенок в определенном состоянии. Наша задача с самого начала помогать ему с этим состоянием справиться. То есть, грубо говоря, приходит ребенок и мы видим, что ему страшно оставаться одному. Мы говорим, слушай, похоже, тебе страшно. Похоже, ты боишься потерять. Потому что так уже было, ты вот однажды столкнулся с тем, что все, что ты любил, оно исчезло. Ну, давай, может, расскажешь, если что помнишь. Если нет, то мы просто говорим, что понимаем про это. То есть, здесь нет какого-то специального времени. Это просто вся жизнь, когда мы отражаем чувства и связываем их с историей ребенка. Потому что про себя-то мы прекрасно понимаем, почему ему может быть страшно и почему ему комфортно. Но почему-то очень боимся об этом ребенку сказать. Вот не нужно этого бояться, нужно говорить и называть своими именами. И тогда никаких специальных времен или специальных возрастов не понадобится. Потому что пока вы ждете специального возраста, ребенок сам ищет объяснение всему случившемуся с ним. То, что он там себе напридумывает, оно будет в разы хуже того, что могли бы ему рассказать. Ваше молчание это обычно про то, что со мной что-то не так разначенные люди молчат. Я плохой, я испорченный и понеслась. Наша нелюбимая история вперед. Да, Джессика, у нас совсем недавно был пост в блоге на сайте «Мне одну жизнь» и приемная мама описала, как прошли первые полтора года с приемным ребенком. Когда она его забирала из детского дома, это был малыш, вот сейчас мне сложно сказать возраст, но точно до трех лет. И когда она его забирала, то одна из нянечек сказала «Как здорово, мама тебя забирает домой». И как приемная мама описывает, что после этого он как-то очень слушался эти слова и в течение полутора лет он просто маму терроризировал, он ее кусал, бил, обзывал, ну, то есть всячески давал понять, что она ему не нужна, она ему боится, она ему неприятно. То есть он быстро нашел общий язык с папой приемным, с бабушкой, с дедушкой, а маму вот всячески как-то от себя отгонял, можно сказать, да, и очень грубо и больно. И когда они спустя полтора года читали книгу о том, что есть мама ровная, родная, и есть мама приемная, то есть от двух мам. И вот тогда он задал вопрос, так вот ты не дала в детский дом? И когда она объяснила, что да, я другая мама, я вот не та, то отношение его резко поменялось. Он стал относиться к ней уже иначе, ну, то есть не было уже никаких кусаний, никакой драки, никаких обидных слов. То есть он для себя понял, что эта мама другая, а так как она к ним относилась очень хорошо все это время, то он как-то и настроился на нее, когда она к нему относилась. Вот скажи, пожалуйста, как часто такое случается, что человек не может в силу возраста и в силу этих травм понять, кто эта мама, кто эта мама как-то. Часто это как раз одна из тех фантазий, которые возникают, когда мы не ведем разъяснительную работу. А некоторые еще и специально поддерживают, ну, вот как воспитатель, который сказал, что это твоя мама, и тогда на приемном родителе начинает еще больше проецироваться весь спектр, который был связан с потерей приемного родителя. Естественно, ни к чему хорошему это не приводит, потому что все равно это неправда, и ребенок это чувствует, то есть он гневается, гневается, а ответа все нет. Да, это вот как раз одно из таких объяснений, которое может возникнуть у ребенка, если с ним не работать. Поэтому очень важно разъяснять, что, да, это были разные люди и разные роли. И вообще, вот ты сейчас сказала, родная, которая родила, слушай, человек родной, не родной, это определяется не тем, кого ты выносила, да, потому что у тебя еще муж есть, не вынашивала. Более того, в чужой семье воспитывался лет так 23. 30. Тем не менее, родной человек, правда. Я в такие моменты предпочитаю говорить о том, что мама, папа, материнство, родители, это состояние души. Да, и, соответственно, если ты испытываешь это состояние и видишь, что кто-то не справился, и ты подхватываешь, ну, это здорово. Тут не может быть конкуренции, это просто состояние души. То есть мы показываем ребенку то, что если кто-то не справляется, нужно звать на помощь, и мы не пинаем того, кто не справился. Мы показываем то, как нужно себя вести. Нужно быть щедрыми, прощающими и так далее. Ведь это обычно те качества, которые ждут от ребенка. И вот здесь я перехожу к вопросу, который задан ниже. Это тоже сразу здесь обычно возникает, а как же кровные родственники, а как же вот все их поступки ужасные, которые они совершили. Ведь ребенок их любит, то и переживает. Я вот здесь сразу хочу сказать, что давайте различать две вещи. Нам важно сначала выстроить некое внутреннее ощущение того, что ты имеешь право любить. Тех, кто дал тебе жизнь, какими бы они ни были, ты имеешь на это право. И имеешь право на самые разные чувства. И основная работа, она ведется здесь. Вопрос о том, насколько безопасно посещать их. Его имеет смысл решать в конкретном случае и с органами опеки совместно, потому что вообще-то это и функция организовывать подобные встречи, да, или обращаться к организациям. Такие организации есть, которые оказывают посредничество в этой сфере. оно то, что лежит на нас, это на нас, на взрослых, которые так или иначе связаны с ребенком, это дать ему право на эти чувства, уважать эти чувства, дать ему право скорбить по его утрате, не обесценивать утрату. И по возможности, я знаю, что это непросто, но выражать хотя бы сожаление о том, что так все получилось. Я понимаю, что на фразе «принять кровных родителей» здесь может возникнуть вот там гигантский чат и куча нецензурных слов с перечислением всего того, что они сделали, поверьте, я тоже знаю очень много всего, что было сделано и как бы могла бы, наверное, даже удивить кого-нибудь из испытывающих негодование. И тем не менее, одновременно с этим они дали жизнь ребенку. И да, ребенок имеет право любить тех, кто дал ему жизнь, хотя бы их помнить. А кроме того, у нас есть еще прародители и прапрародители, и не все из них были людьми, которым нужно стыдиться, и точно все из них воевали и хотели, чтобы у их правнуков, прапрародителей все сложилось наилучшим образом. То есть я предлагаю, когда очень сложно принять кровную семью, смотреть шире, смотреть на весь род или на тот период жизни, когда родители кровные были еще маленькими и не успели ничего такого наделать, да. тоже же они когда-то нас родились же, правда, но не сразу в состоянии алкогольного опьянения или желания кого-то ограбить и еще что-нибудь сделать. Они тоже пришли с детьми. Дальше началась уже их история, да, и возможно, если бы мы в нее вмешались, мы сот, там, 40 лет назад, 30 лет назад, у нас бы сейчас было что-то другое. Но получилось так, сродство у нас социально. Поэтому тут вопрос очень большой, кто виноват и что делать. Что делать, да. Ну вот посмотри, там пишет как раз у нас пользовательница, что благодаря огромным родителям у нас и есть малыш. И как раз она нашла понимание того, что за что она им благодарна, да, за то, что у нее теперь в семье есть ребенок. Вопрос, сын не хочет слышать правду, я вижу, что с этим работать надо ли. Ну, точно мы можем с вами проконсультироваться конкретно, что вы вкладываете в это понятие, что сын не хочет слышать правду, потому что это правда уже такой частный разговор. Но если ребенок говорит там, типа нет, 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 это значит, что он находится на стадии торгов, да, на шпэре, мы про эту стадию рассказываем. Или когда ребенок начинает навязчиво говорить, нет, я у тебя родился. На это у нас есть всегда один ответ, тебе бы так хотелось. Ну, в общем-то, и нам, может быть, так хотелось тоже. Ну, то есть, мы не говорим, что ты врешь или как-то тыкаем. Это стадия торгов. У нас есть прекрасный ответ. Мне так хотелось, давай об этом помечтаем. Ну, то есть, мы не отрицаем важность этой мечты, но мы одновременно говорим, что да, это так. Я говорю так штрешками, потому что, ну, это правда, у меня тогда не хватит слов, но повторюсь, вот и по предыдущему вопросу конкретно, более прицельно мы можем поговорить индивидуально на консультации и понять, что же происходит. Да, пожалуйста, записывайтесь на консультации с Джессикой, ее коллегами, психологами фонда «Измени одну жизнь» на сайте фонда в разделе «Приемным родителям». Там есть запись на консультации и к психологам, и к юристам. Ну, сейчас у нас тема о психологах, поэтому вот призываю вас не стесняться на машину, бесплатно, онлайн, анонимно, то есть вы получите профессиональную помощь, профессиональную подсказку, консультацию, которая, я думаю, расставит многие точки надея ваших. Вот я вижу, что вопросы пошли, кстати, хочу Джессика сказать, когда пришли к детям, к детям это пришли. Отморозились, все это хорошо, разморозились. Когда мы говорили о тех потерях, которые переживают взрослые, кандидаты, приемные родители, приемные родители, просто взрослые люди, то как-то не было вот этой дискуссии. Сейчас, когда мы заговорили о детях, которые приходят в семью со своими переживаниями, потерями, непрожитыми, вот сейчас я вижу, что родители как раз заботящиеся о детях, они стали эти вопросы задавать. И, конечно, вы тоже можете задавать как раз на консультацию. Просто остается вот 10 минут, я думаю, что сейчас... Да, я отвечу. Там говорят, вот беспокоятся за расставание. Ну так да, правильно беспокойтесь, потому что одна из штук, мы не дали попрощаться. И вот если мы даем им возможность попрощаться, да, выстраивать определенный момент, все становится легче. А не надо вот это противостояние, что вот родители, а вот тети. Вот человек, который дал тебе жизнь. А вот те, с кем ты живешь и с кем мы одна семья. Можно, например, так. Если вот начинается вот это вот, а какая мама, мама, а какой папа, папа, человек, давший тебе жизнь. Ну окей, такую формировку используйте. А если ребенок будет спрашивать, а твое мама, ну, приемной маме я прощаюсь, а твое, какое отношение к моим родителям, как ты к моим родителям? Они хорошие, они плохие. То есть, допустим, он просит ее, ну, какое-то мнение о них. Я советую говорить правду. Ну, то есть, если какие-то тяжелые воспоминания к ним отношения, что мне очень сложно их понять. Ну, потому что это будет правда. Но все-таки дети это чаще не спрашивают, а интуитивно, ну, как бы считывают. Можно сказать, в этой ситуации мне жаль, что так случилось. Ну, потому что тоже часто бывает правда, и что нам всем жаль, что так случилось. Что там мамы, папы, там все время тоже никто не помог, они не смогли стать родителями для своего ребенка полностью. Они смогли им дать только жизнь и быть с ним там. Может быть, первые годы жизни или первые часы. Понятно. У нас вот появляются иногда смайлики. Да. Я иногда не успеваю посмотреть, а они появляются когда, в какие моменты. Ну, что-то мы веселые иногда говорим все-таки с тобой. Тема очень сложная и тяжелая, но судя по смайликам, иногда все-таки проблеск есть, да, Чессика? Что-то мы немножко разряжаем с тобой обстановку. Да мы вообще веселые ребята. Вот. А Севжанна, я тоже вам предлагаю, давайте запущимся на консультацию ко мне, правда, бесплатно, вопросов, я вижу, у вас, ну, как бы, довольно глубокие, и почему бы нам не потратить час нашего с вами времени, чтобы обсудить уже их более прицельно. И да, я с вами согласна. Родители кровные тоже переживают потерю своего родительства. Есть исследования на эту тему, пожалуйста, читайте, они лежат в интернете, наши, российские. Боль, страх, стыд. И отсюда неготовность идти на контакты, идти туда, где напоминают им об их потере, то есть посещать ребенка. То есть это не потому, что они там совсем спились, и опустились, а потому что им тоже больно, они теряют свое родительство, и да, им как бы проще эту боль привычным способом заглушить. И вспоминаем начало нашей встречи, потому что других способов мы не предложили. А вот Севжана пишет, что она еще не приемная мама. А я как-то вот из комментариев поняла, что речь идет как раз о том, что она выстраивает какие-то отношения с ребенком. Ну, окей, если вы хотите стать приемной мамой, и вы кандидат, то вы тоже можете получить консультацию, совершенно просто все записаться как кандидат в приемные родители. Вот, и спрашивают тебя еще о Воронеже. Воронеж, вижу, по ВРН не могу пока сориентировать, к сожалению. Ну, а, вот, да, отвечает Севжана, что я изучаю эту тему. Ну, если вы изучаете и планируете стать приемным родителем, да, то можете записываться смело на консультации. А про Воронеж я еще раз напомню, может быть, это стоит еще раз сказать, что на консультациях с нашими специалистами вы можете узнать, что, допустим, если нет знакомого специалиста именно в вашем городе, то вам подскажут, с кем вы можете из специалистов общаться онлайн. То есть в каком-то... Если у нас, правда, есть... Ну, то есть я уверена, что специалистов больше, чем те, которых мы знаем. Ну, как бы, кого знаем, порекомендуем. Да, запись эфира обязательно будет. Мы выкладываем в профиль фонда «Измени одну жизнь» здесь же, где сейчас идет эфир. И вы можете... Да, запись будет. Вот я вижу, что заинтересовались, будет ли запись. Будет, будет. запись. Но, конечно, нам очень важно получать вопросы во время эфира, да, от вас. Потому что одно дело, что запись вы послушаете, а может, они появятся, вопросы. Ну, если они появляются позже, то также их можно задавать во время консультации с нашими психологами. Тоже записывайтесь, не стесняйтесь, пожалуйста. Вот. Если у кого-то еще остались вопросы, пишите. У нас еще 6 минут мы можем поговорить. Вот. Мы как раз сейчас говорим о детях, да, и говорили о том, уже дошли до того, как мы с ними разговариваем. Вы объясните им, почему случилась такая трагедия в их жизни, почему эти потери случились, что мама их кровная не виновата, что какое отношение, да, мы даже проговорили про отношение приемных родителей к кровным родителям ребенка. О чем еще спрашивают приемные родители на консультациях тебя, Джессика, о том, ну вот, когда такие ситуации проговариваются, про то, как проживать в потере приемных родителей к кровным родителям ребенка. Вот одна из тем, она прозвучала, это когда была какая-то жесть, да, то есть, как быть с этим. Да, и ребенок мог быть свидетелем, да, там, например, убийство или еще чего-то, или, например, один родитель убил другого родителя, да, как при этом сохранить. Тоже такая штука достаточно часто бывает. И здесь, скорее даже важно не то, кто в чем виноват, а что твои вины в этом. Очень важно для ребенка понимать, что это все случилось не потому, что он плохой, потому что они по-честному с этим живут и боятся про это сказать, а про то, что так сложились обстоятельства. Так получилось. Потому что виноватых мы не сыщем. Виноваты и уже давно закончили свой землянный путь, если мы начнем смотреть, а кто виноват в том, что родители такие, а родители такие и так далее. и как бы вот про то, что ты имеешь право любить родителей и то, что происходило между ними, это их история, а то, что ты к ним чувствуешь, это твоя история. Это тоже бывает таким очень важным моментом в подобных случаях. потому что, например, в случае, когда один родитель любил другого родителя, очень тяжело ребенку совмещать в себе человека, который убил второго давшего ему жизнь. И когда мы говорим о том, что да, это очень печальное завершение этой истории, жаль, что она так закончилась, но у них было и другое начало, они однажды встретились, ну, встречались, наверное, понравились друг другу. Очень важно сделать видимым начало истории. Потому что мы все с вами по большей части и специалисты, и приемные родители, мы с вами знаем конец. Конец мы знаем ужасно, потому что он закончился изъятием ребенка, да, то есть мы знаем протокол и мы знаем уже тот конец, который все было плохо. Вот очень важно увидеть, что это не вся история, только ее часть, что была и другая. Но она могла закончиться слишком быстро, могли возникнуть какие-то сложные выборы, тяжелые обстоятельства, с которыми семья не справилась. Но важно просто увидеть, живых людей, которые тоже жили разной жизнью. Точно они не рождались с желанием испортить жизнь себе и окружающим, и ребенка. Вряд ли такие люди все-таки существуют. Поэтому... Нет, конечно. Ребенок рождается прекрасно с широко открытыми глазами, а дальше начинает встречаться с этим миром. А тут уже обстоятельства складываются по-разному. И опять же, от нас, членов социума, зависит очень многое. Протянем руку, не протянем руку, отвернемся, не отвернемся. Джессика, ты сейчас очень важные вещи говоришь. Я думаю, как раз они и волнуют многих о том, из чего мы и начинали. Когда люди приходят в ШПР, в большинстве своем желают спасти ребенка. Это как бы желание, которое идет от сердца. И иногда оно даже закрывает то ощущение непрожитых потерь, каких-то потерь, которые случились. Что желание помочь, протянуть руку, спасти, это все-таки в нас главное. Мы люди, у нас есть разум, сердце. Вот, Джессика, я еще хочу тебя попросить выбрать, какой тебе вопрос показался ближе, вопрос или, может быть, комментарий, что-то тебе запомнилось, понравилось. Мы автору этого вопроса или комментария отправим книжку и попросим, ты пока вот так вспоминай, а я напомню, что автору этого вопроса или комментария мы отправим книгу и попросим в директ фонда измененной жизни написать твой адрес, свое имя. Ну вот ты меня сейчас поставила в очень сложную ситуацию, я не могу, я всех люблю. Понятно. Ну что ты можешь сделать? Со мной нельзя так поступать. Выбери, пожалуйста, сама. Вот мне понравился комментарий, который написала Риагард Вера. Сейчас я. Риагард.гера. Я себе тоже запишу, если вдруг она отключилась уже, то мы ей тогда сами напишем. Если она не отключилась, то пусть какой-нибудь нам значок помажет ручкой сейчас во время эфира. Она написала, что благодаря кровным родителям у нас и есть малыш. И я им благодарна за это, за это их не осуждаю. То есть она как раз нам дала комментарий к теме того, о чем мы, в общем-то, и говорим. Как раз о том, что она принимает вот так всю эту историю. Именно как это уже принятие случилось. И чувствуется в ее словах, что здесь помощь, наверное, вот в этом вопросе ей помощь не нужна. Она уже этого ребенка приняла со всей его историей, с его кровными родителями, которым она благодарна за жизнь. Ну, я не знаю. Это знает только Регард Вера. Ну, судя по комментарию, надеюсь, что это так. Если Регард.Вера, если вам нужна какая-то консультация, помощь психолога, она ждет, она готова проконсультировать. Вот пишет спасибо за эфир, уже у нас час истекает. Вот, Джессика, должна была ты выбрать, выбрала в итоге я. Ну, конечно, я не могу выбирать. Я продуцирую вселенскую материнскую любовь. Не могу, извини. Ну, ладно, мы тогда сделаем так, так что я выбрала на свой страх и риск комментатора, а Джессика готова вас консультировать всех, потому что она любит всех, и все, кто к ней обратятся, все получат от нее консультацию полную, профессиональную, онлайн, анонимно, со всеми условиями. С профессиональной любовью. Вот, в общем, все будет, я надеюсь, хорошо, потому что тема была очень серьезной, очень тяжелой сегодня. Я думаю, каждый, слушая этот эфир, ну, я искренне признаю, что я сама тоже в голове прокрутила все свои, ну, такие ситуации, когда тоже и дышать нечем было, и хотелось за что-то схватиться и жить дальше. Это было у каждого или будет, ну, такая жизнь. Вот, поэтому на этом мы прощаемся. Я вас всех благодарю за то, что мы сегодня были вместе. Джессика, тебе еще раз огромное спасибо, что ты так быстро включилась, нашла возможность и как-то своей улыбкой и своим добром нравом настроила нас на такой оптимистичный лад. Посмотри, сколько сердец, сколько цветочков нам в конце. И с серьезного мы пришли в положительный настрой, который, пускай, сохранится весь этот день и дальше. Все, всем пока. Обязательно. И напоминаю то, с чего начали. С этим можно жить и жить счастливо. И мы знаем как. Обращайтесь. Джессика, вот на этом прям вот и заканчиваем. Огромное спасибо. До свидания. Продолжение следует...